Транспортный комплекс Беларуси сегодня устойчиво работает в непростых условиях. Как отметили на президиуме Совмина, важными направлениями для развития является обеспечение грузоотправителей страны железнодорожным, авто- и авиатранспортом, увеличение количества направлений для пассажиров на поездах, а также развитие водного транспорта, повышение его эффективности и конкурентноспособности. Светлана Лукинюк с подробностями. Привозка пассажиров и грузов, а также транзитные потоки. Беларусь подсчитывает валютную выручку от ЖД, авиа и автодоставки в сегодняшних ковидных ограничениях, а также особых условиях на внешнем контуре. Нужно сказать, что из всего объема экспорта услуг 40% приходится именно на транспортные маршруты. И такую динамику планируют сохранить до конца года. Минтранс называет 2021 годом непростым, ведь много направлений пока на паузе. Да и чтобы довезти товар, порой приходится перестраивать логистические цепочки в поисках баланса затрат и времени в пути. Но все это решаемо. В итоге грузопоток по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 4%, а билетов для пассажиров продали больше на 10,5%. И это и поезда, и самолеты. Авиация сейчас сосредоточилась больше на восточном направлении, да и на полном восстановлении сообщения с Россией. Всем известно, что авиационная отрасль работает в непростых условиях. Связано это с нелегитимными ограничениями, надеюсь, на сценарии компании «Беларусь» и других авиационных перевозчиков Республики Беларусь. Тем не менее, ситуация в авиационном секторе остается устойчивой. И более того, результаты работы в отрасли за 9 месяцев показывают ее устойчивое и прибыльное функционирование. Экспорт транспортных услуг с учетом трубопроводных плюс почти 20%. В следующем году темп сбавлять не планируем. Наоборот, улучшение эпидемситуации должно положительно сказаться и на движении. Ставка на контейнерные перевозки, в частности в КНР, Минтранс говорит, спрос на них не падает. А значит, нужно выстраивать быстрые маршруты, в том числе и с коллегами с пятерки ЕАЭС, чтобы вагоны приходили вовремя. В этом заинтересованы и наши производители. В контейнерные у нас практически где-то 30-40% роста по этим перевозкам. Мы думаем, что динамика такая сохранится. Конечно, общие показатели будут скромнее, но положительную динамику в районе 4-5% мы ожидаем. Актуальным остается и обновление подвижного состава. Ведь сохранность груза – это и современные вагоны, и такая же инфраструктура на каждом пункте. Также качество дорожного полотна, которое мы постепенно обновляем. Светлана Лукьянюк, Андрей Городобоев, Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова